Новогодние рисунки из бумаги на окна, идеи, фото. Из бумаги на окна можно вырезать фигурки или целые сюжеты и создать с их помощью новогоднюю атмосферу. Такие вырезанные рисунки из бумаги называются «вытынанками». Шаблоны, которые вы выберете для украшения окна, необходимо распечатать, врезать. Шаблоны в статье на картинках чуть ниже и в конце статьи. Окно предварительно следует на слух вытереть, иначе бумажный рисунок не будет держаться. После этого одну сторону рисунка нужно смазать мыльным раствором и приклеить на оконное стекло. Вот какие это могут быть рисунки и как их распределить на окне, и еще больше трафаретов вы найдете в конце статьи. Чем рисовать на окнах новогодние рисунки? Сегодня расписывать стекла окон можно с помощью специальных смывающихся красок, а чтобы рисунок получился ровным и красивым, используют шаблоны. Благодаря таким приспособлениям, рисунок на окне к Новому году можно нарисовать довольно необычно. Если вы не успели приобрести смывающуюся краску для рисования на окнах, то не стоит огорчаться. У вас есть в запасе еще несколько способов, которые хорошо зарекомендовали себя при нанесении рисунка на оконное стекло. Вы можете рисовать на окнах, детскими витражными красками, при условии нанесения рисунка не на окно, а на стекло, зубной пастой. Гуашу специальными средствами для новогодних росписей на стекле или воспользоваться довольно экзотическим составом. Для рисунка, нанести с помощью трафарета клей ПВА на поверхность окна, а после этого налепить блестки и мишуру. Рисунок получится намного интересней, он будет выглядеть немного пушистым. Красивые зимние узоры на стекле можно создать с помощью пальчиковых красок обычного куска туалетного мыла, пример ниже. На предпоследнем рисунке, от чего стоит отказаться при оформлении окон к Новому году. Если вы не хотите, чтобы дух новогоднего торжества, а также веселенькие рожицы и новогодние рисунки, остались с вами на весь последующий год, то не используйте следующие составы и краски. Акварельные краски, они смываются намного тяжелее, чем гуашевые и витражные. Краски, которые используют профессиональные художники, они не смываются вообще. Рисовать можно также с использованием искусственного снега. Как нарисовать новогодние рисунки на окнах гуашу? Красками, советы, описание процесса. Процесс нанесения разноцветной картинки на окно, чтобы изображения получились ровными и симметричными, используйте для их нанесения на стекло трафареты. Если вы ими не запаслись заранее, то выберите из представленных в этой статье. После того, как мы определились, что и где будет нарисовано, прикладываем трафареты к оконному стеклу, чтобы посмотреть, как примерно будет располагаться узор и сколько места он займет на окне. Если одного рисунка будет недостаточно, подберем еще один в похожей тематике. Трафарет прикладываем к стеклу, фиксируем его скотчем, и кисточкой заполняем пустые участки внутри трафарета краской или зубной пастой. После того, как все пустые участки на трафарете будут заполнены краской, необходимо подождать, пока картинка подсохнет. Добавляем детали и вытираем палочкой все линии и мазки, которые портят картинку. Берем тонкую кисточку и дорисовываем мелкие детали. Для эффекта разбрызгивания нам понадобится зубная щетка. Наберем на щетку немного краски с водой и разбрызгаем по поверхности стекла. Как нарисовать новогодние рисунки на окнах зубной пастой? Морозный узор на окнах зубной пастой рисуется ватными палочками. Так покупается зубная паста, самая дешевая будет белоснежной. Или синеватым оттенком. Готовятся трафареты и покупаются или вырезаются из картона. Нарезаются небольшие кусочки скотча. Чтобы закреплять трафареты на стекле моется предварительно окно. После того, как вы нарисуете на стекле новогоднюю картинку, вам придется повторно его мыть. После праздников, готовится зубная щетка или толстая кисточка для рисования, если трафареты достаточно крупные, то пустоты в них можно заполнять краской пальцами. Морозные узоры рисуются ватной палочкой, как показано на рисунке. Ниже выбрали снежинки. Тогда вырезайте большие снежинки с помощью маникюрных ножниц, ведь мелких деталей будет много, а для маленьких используйте фигурный дырокол. После того, как фигурки вырезаны, делим трафарет на отдельные элементы и хорошо закрепляем прозрачным скотчем на стекле. Набираем зубную пасту на кисточку или на палец, или на зубную щетку, которую вы уже не будете использовать, и закладываем в вырезанные в трафарете отверстия. Немного подождем, пока зубная паста схватится и убираем трафарет, стараясь не размазывать края. Снова ищем место для рисунка и повторяем всю процедуру заново. Трафарет необходим для тех, кому трудно с первого раза нанести правильно линии на стекле. Можно использовать шаблон рисунка, распечатанный или перерисованный на лист ватмана, который прикреплен скотчем на внешней стороне окна. Рисовать можно по готовому контуру. Другой способ нанесения рисунка на окно – это использование трафарета. Рисунок нужно распечатать и вырезать по внутреннему контуру ножницами. Способы нанесения краски – искусственного снега или зубной пасты. Задуть просветы искусственным снегом забрызгать отверстие. Зубной пастой – зубную щетку необходимо предварительно намочить, обмакнуть губку в краску и заполнить отверстие на рисунке. Ниже на рисунке смотрите, как происходит процесс нанесения. Как сделать заснеженное окно со снежинками зубной пасты? Вот как как на картинках ниже можно сделать заснеженное окно с помощью зубной пасты и вырезанных снежинок. Разводим зубную пасту водой. Опускаем снежинки в тарелку с водой. Немного сбрызгиваем окно водой. Обмакиваем губку в разведенную водой зубную пасту и способом тамповки наносим на стекло. Теперь нужно сделать заснеженное окно с помощью разбрызгивания зубной пасты. Как разбрызгать зубную пасту щеткой по трафарету для создания заснеженного окна и контуров рисунка. Процесс разбрызгивания зубной пасты зубной щеткой на стекле смотрите на картинках ниже. Смачиваем зубную щетку в воде с растворенной зубной пастой. Разбрызгиваем по стеклу, как показано, на рисунках ниже. Ждем несколько минут, пока паста подсохнет и отклеиваем бумажные снежинки. Дети с радостью помогут вам украшать дом и разрисовывать окна. Да и взрослым так всегда радостнее. Порисовав вместе с ребенком новогодний рисунок, вы удивитесь в следующий раз, какая на самом деле у малыша богатая фантазия и насколько он может быть изобретателен. Во время совместного рисования на окнах не лишним будет рассказать своему юному помощнику и о правилах безопасности. Краску есть. Нельзя окно разрисовывать, можно только изнутри, не открывая его на стекло. Нельзя опираться на новогодние рисунки на окнах, идеи, фото. Традиция украшать окна незатейливыми картинками возникла еще в глубоком прошлом. У кельтов было принято декорировать ставни и подоконники. Для этой цели использовались еловые веточки. Кельты верили, что таким образом от дома отгоняются злые духи. У китайцев было принято вешать перед окнами колокольчики, которые издавали различные звуки. Назначение таких украшений – отпугивать злых демонов их приятным звучанием. В России украшать стекла начали со времен Петра I. В одном из его указов было велено к празднику декорировать не только лесную хвойную красавицу, но и все жилище. В советский период украшали квартиры бумажными снежинками, композициями из ткани, а также наносили простые узоры с помощью зубной пасты. Заснеженные росписи на окнах помогают создать непередаваемое ощущение теплого семейного празднества. Что же из новогодних сюжетов можно чаще всего увидеть на окнах? Морозные узоры – снежинки Деда Мороза и Санта Клауса с неизменными. Мешками подарков – елочки и снеговички, несущиеся по небу в санях с запряженными оленями Санта Клауса большие новогодние. Шары и гирлянды сюжета из сказок о зиме новогодняя тематика – не единственный вариант для нанесения картинки на окно. Дополнит традиционный сюжет и такой рисунок – веселая рожица, гномики и зайчики, снежные горки медвежата и заснеженные елочки. Домики на фоне зимних пейзажей эффектно смотрятся на окнах – рождественские сюжеты, ангелочки, свечи, библейные сценки. Как украсить окно к Новому году своими руками – идеи рисунков. В этом разделе вы сможете посмотреть фотоподборку вариантов оформления окон с нанесенными на них рисунками новогодние рисунки на окнах – трафареты для вырезания. В этом разделе вы сможете подобрать разные трафареты для новогодней росписи окон. Выбирайте те, которые вы сможете без труда вырезать и использовать по назначению. Ведь вырезание сложного трафарета отнимет у вас много времени, а неудавшийся участок надолго испортит ваш праздничный настрой. Субтитры создавал DimaTorzok